Продолжение следует... Танки были готовы к наступлению. Отрывки из повести «Судьба танкиста» ее написал преднестровский автор под псевдонимом Илья Соколов. За художественным вымыслом исторические факты и судьбы реальных людей. Об этом сегодня рассказывали школьникам на открытом уроке истории. Такой по всей республике. Одна из площадок в ПГУ. Рассказывают истории не только о подвигах, но и грязи, боли и от них в неблагородных человеческих поступках. Словом, рассказывают правду. В зале более 200 учеников столичной второй школы. Открытый урок истории. Часть проекта «Диалог на равных». От художественных произведений к реальным героям. Подвиг Матросова. Первый огненный таран Гастелло. Подпольная организация «Молодая гвардия». Боевые вылеты Моресьева. Более 20 фамилий. Их истории и вклад в Великую Отечественную. Матросов с однополчанином дополз до ЦОТа и бросил в его сторону две гранаты. Политмон замолчал. Красноармейцы пошли в атаку, но смертельное оружие застрекотало опять. Впечатлили истории детей, которые погибли в возрасте 16 лет, 17 лет, в 14 лет, когда они сражались, когда они шли и не боялись, что вот они погибнут, но они отдавали свои жизни для того, чтобы защитить нас. У меня тушь потекла, у меня эмоции, у меня мурашки до сих пор. У меня прадед воевал, был танкистом, вот, если вспомнить, Сидоров, Александр. Была буквально статья небольшая в газете, я вот узнал о нем. Я знала многих героев Советского Союза. Это Зоя Космодемянская, к примеру. Эта девушка, конечно, правда, герой. Я и своему младшему брату о ней рассказывала. Дворец Республики, министр просвещения Светлана Иванишина встретилась со школьниками со всех городов. Были кадеты и суворовцы, всего 12 человек. Каждый говорил о своих героях, участниках Великой Отечественной. Показывали фото, документы, медали. Роман Кимаковский из Биндер рассказывает о своем прадеде. Он во время войны был военврачом. Под бомбежками на поле боя спас сотни людей. Попадал под обстрелы. Ехали устраивать госпиталь, пили чай, как началась бомбежка немцев. И там, как в замедленной съемке, как рассказывал мой прадед. Они едут, сзади начинаются взрывы. И он видит, как мимо его головы пролетают осколки от кузова машины. Мимо его головы тело. Летят прямо во фельдшеру. Прадед, конечно, выжил. Сохранились награды и чемодан прадеда с красным крестом. Его реставрировал дядя Романа. На крышке надпись «Это память моя». Когда он попал в окружение, он выкрустил все из этого чемоданчика и полз. Ваня полз к своим, прикрывая голову таким чемоданчиком, когда по нему стреляли. Министр рассказала историю своей семьи. Ее дедушка участвовал в освобождении Биндер. А это теоретические лица Террасполя в актовом зале 9-11 класса. Всего 450 человек. На уроке анализируют повесть «Судьба танкиста». В книге есть все. Война, мир, любовь. Это история обычного школьника Ивана Морозова. В июне 41-го у него выпускной мечты о будущем разрушила война. Дальше танковое училище «Фронт». Морозов командует Т-34. Участвует в легендарных сражениях. Лекторы, учителя истории. На фоне школьники отыгрывают сцены из книги. Школьный вальс или Морозов в военкомате в роли главного персонажа Ивана, 11-классник Дима. Рано тебе еще на войну идти. Иди домой. Я очень сильно пониклся данным героем, потому что для меня очень большую роль играет победа советского народа над фашистской Германией. И также сами подвиги Ивана Морозова очень героические и мужественные. Когда он в свой первый бой уничтожил несколько орудий и также два танка, перегородил дорогу немецким захватчикам. Блокада Ленинграда, симфония Шостаковича, Курская битва, 10 сталинских ударов, битва за Берлин, только исторические факты. В книге приднестровского автора Ильи Соколова за персонажами реальные люди. Проект «Диалог на равных» продолжат. Следующий урок пройдет в сентябре.